На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как перестать бояться летать в самолете после авиакатастроф? Мы боимся многих вещей. И, к сожалению, очень многие люди имеют те или иные страхи. И этот страх отнимает огромное количество энергии, сил, даже времени. И, в общем-то, ничего не дает взамен. Есть какие-то неприятные чувства, эмоции, ощущения, которые нам трудно претерпевать, но они для чего-то нам нужны, они приносят нам какую-то пользу. А вот страх, он еще и бесполезен, он настолько опустошает. Может быть, страх нужен в какой-то экстремальной, критической ситуации, когда нам нужно испугаться для того, чтобы очень быстро действовать, избежать опасности. Но в повседневности нам не нужно столько бояться. Бояться мы должны только одного Бога. И то не в смысле, что Бог строгий, наказывает, а в смысле, что мы не должны его огорчать, потому что он самое любимое существо, какое только есть. Есть большие буквы. Страх есть не что иное, как лишение помощи рассудка, говорит автор книги «Премудрости». Действительно, если человек разумен, если он мыслит, если он рассуждает, то страх отступает. Страх — это иррациональное чувство. Вот авиакатастрофа. Есть огромное количество статей, серьезных причем статей, основанных на математических расчетах, на совершенно точных статистических данных, которые говорят о том, что самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. Гораздо больше вероятность разбиться на машине или попасть под машину, когда ты пешеход, или еще какое-то несчастье с человеком может произойти. Все бывает, к сожалению. Чем вероятность какого-то другого несчастья, даже со смертельным исходом, она гораздо больше, чем вероятность погибнуть в самолете. Каждый раз, когда происходит какая-то авиакатастрофа, об этом знает весь мир. И это очень громкое событие. Но если посчитать, то оказывается, что людей, которые гибнут в самолетах, ну несравненно меньше. Вот как не считай, там по количеству, по соотношению пассажиров, поездок, полетов. Вот при любом подсчете, самолет один из самых безопасных видов транспорта. Если страх отступит и вступит в силу рассудок, вот точно по книге «Премудростей» этот страх уйдет. Рассудок показывает, что бояться тут не нужно. А для верующего человека самое важное – всегда полагаться на Бога. Без воли Божьей и волос головы вашей не упадет, говорит Господь. В книге «Откровений» говорится так. Он, то есть Бог, Господь, положил меня на десницу свою, на правую руку, и сказал мне, не бойся, я есен первый и последний. Если Господь судит нам как-то пострадать, то мы должны принять это как волю Божию. А если нет такой воли Божией, бояться нам не нужно. Человек, который по-настоящему верит, по-настоящему уповает на Бога, ему действительно ничего не страшно. Если что-то и произойдет, ну, значит, вот так Господь управил. Тогда надо это со смирением принять. Не бойся ничего, что надо будет тебе претерпеть. В той же книге «Откровения» говорится во второй главе. В этой связи мне вспоминается история, которая произошла с одним старцем. Он прожил многие годы, в юности претерпел гонения в сталинское время, был арестован, отправлен в кулак, потом вышел оттуда и служил до конца своих дней, скончался, по-моему, в 80-х годах. Вот он своим ученикам рассказывал, что когда он был совсем молодым священником, как раз набирали силу гонения против верующих, против церкви, против священников. И он понимал, что его могут арестовать. Это был очень обоснованный страх. Вот страх авиакатастрофы, он вообще не обоснован, потому что авиакатастрофы случаются редко, просто очень шумно. Мы все о них знаем. Но вообще это достаточно редкое событие по сравнению с теми миллионами перелетов, которые благополучно завершаются. А вот священников действительно арестовывали в то время почти всех. Это был очень обоснованный страх. И он говорил, я не мог спать, я не мог нормально служить. Мне было очень трудно общаться со своими близкими, потому что каждую минуту я думал только об одном, что сейчас раздастся стук в дверь, за мной приедут, меня повезут, и неизвестно, сколько продлится моя жизнь после этого. И вот так почти месяц продолжалось. У него была страшная бессонница на почве этого страха. В какой-то момент в дверь постучали, за ним приехали, отвезли его в тюрьму. Почему-то там о нем забыли на какое-то время, бросили его в какую-то камеру и не трогали. И он говорит, вот мне там так хорошо спалось в этой камере. Вот когда уже это произошло, это событие, страх полностью отступил. Я предался воле Божию. И мне после этого месяца очень такого напряженного, когда само событие произошло, вдруг стало очень легко и хорошо. И в этой камере я спал на холодном каменном полу так беззаботно, как долго очень, задолго до этого не мог спать в собственном доме, в собственной кровати. И это действительно так бывает. Вот пока не произошло какое-то событие, нам и нечего его бояться. А когда оно все-таки случилось, если оно случилось, оно может быть и не случится никогда, но если произошло какое-то нехорошее событие, вот тогда Господь дает и силы, и понимание, как действовать в этой ситуации уже. Даже и светские люди, не церковные, говорят, проблемы надо решать по мере поступления. И это касается вот всех наших страхов, в том числе и страха авиакатастроф. Бояться самолетов не надо. Продолжение следует...